Не получилось абсолютно. На Оренгаре играл хорошо. До определенного момента. Да, наверное, хорошо. Но, а у нас есть небольшое мнение о следующей игре против команды Рокса. Человека, у которого все линии получаются одинаково хорошо. Естественно, я говорю о фейкере. Итак. Итак. А вам интересно, какой линии у меня не получается больше всего? Конечно. Нет. Конечно, нет. Ладно. Есть такой вопрос всегда. Естественно, когда мы говорим о сериях BO5, команда уходит на перерыв. И я, например, наблюдал за командой Альбус Ногс весь этот год и в Мексике, и как раз на чемпионате мира. И смотрел за тем, как они обсуждают, что им надо в перерыве делать, что им надо менять. Какие вещи надо, соответственно, делать. Так вот. И вопрос, соответственно, к вам. Как вы считаете, после этой игры нужно ли что-то менять команде Рокс или нет? После первой такой игры. Взять поагрессивнее саппорта. Потому что карма от Гориллы не особо пока зашла. При том, что в первом четвертале он сыграл три игры на Зайре и всего лишь одну на карме. Вот нужно побороться за Зайру. Потому что я уверен, что СКТ не будет ферст пикать Зайру. Лучше себе ее отжать. Ты уверен? Да. Хотя там есть очень много приоритетов. Там есть Кейтлин, там есть Олаф, там есть, в принципе, и топ-лейнеры, возможно. Потому что я думаю, что, во-первых, следует дать более свободного чемпиона с Мебу. Кенан Рамбл. Что-то такое. И от него построить весь драфт. Потому что Поппи у него хорошая, но не хватает именно... Ну вот, пожалуйста, Олаф. И забирают Ашу. Какой интересный, кстати, вариант такой. Прэй был первым, кто вот последнюю Ашу после реворка в Корее, в принципе, начал очень сильно спамить вместе с тиграми. Поэтому тут неудивительно, я думаю. Я бы не стал забирать Ашу и не забирать сейчас Зайру. Потому что можно очень сильно встрять. Карма считается контрпиком в своеобразном Зайре. Мне кажется, об этом говорил Ликрит, что берешь Зайру, получаешь в лицо Карму. Это очень плохой вариант. Подождите, а что происходит, когда вы, допустим, играете... Ну, вы берете Эш Карма, что дает Карма Аше? Что? Мофспид. Мофспид и все. Ну, то есть как бы... Потому что лейнфазу ты все равно у Кейтлин Зайры, например, мне кажется, не будешь выиграть. Запушивание, скорее всего. Там можно еще получить очень неплохой бурс, учитывая W-Аши, ульту Аши. После этого еще Мандра Кью от Кармы. И, в принципе, там Зайра распадется. Кстати, а как вы думаете, мы можем увидеть от Раксов мид Карма? Потому что Кура, по-моему... Ну, вот сложно ему будет против Фейкера на миде играть, если это матчапы агрессивные. Там, например, тот же Виктор и Рианна. Слишком плохая мид Карма, потому что... Ну, почему в текущей матче она, мне кажется, неудачная? Потому что в лесу некого бафать. И некого особо бафать на топе, в плане... Ну, Олафа можно было бы, но он уже высказывает. Я думаю, что Карму отобрали именно от композиции вокруг Олафа Бланк. Кстати, у нас играет Бланк, мы не отметили. Это очень важно. Что теперь, Пенат, время мой мальчик сиять. Потому что стейк сам себя не переспорил. А, вы поспорили на стейк? На стейк, да. Я отмечал. Я никогда не спорил на топера Флэшвулс, а ты, Вальбазава. На топера Флэшвулс? На топера Флэшвулс, да. Ну, как бы он уже... Он был такой топер, что у него можно было только спорить, в принципе. Кстати, я отмечал то, что Бенги будет всего одну игру, как такая заготовочка, а потом будет играть все даблы. Кстати, вот уже забирают Рамбо для Смеба. Это керри топ-лейнеры, наконец-то дают Смебу показать себя. Не дают ему пассивного топ-лейнера, который будет всего лишь стоять в своей линии, будет пытаться выиграть. И, конечно же, Лисина для Пената. Мне кажется, это более хороший пик для него, нежели Лис, потому что в четвертьфинале он показал, что его Лисин там на уровне со Свинскереном, наверное, был. Вот. Единственный вопрос, что, по-моему, у Раксов сейчас для Рамбла недостаточно какой-то сетап получается, что ли, ой, этим файтный, потому что они больше на кетче играют. Виктор сейчас компенсирует, мне кажется, очень сильно в этом плане. Ну, команду СКТ может он компенсировать. Ну, и опять, на самом деле, Смеба ставят в такую позицию, что его легко контрпикнуть, потому что опять забирают топперы в блайнд, и сейчас вот, ну, заберется Эко или Гнар, и будет проблема. И самое интересное, что сейчас... Что? Это МФ? Чего? Чего? О Оооо, это МФ Саппорт! А я говорил, я когда-то говорил! Я говорил, это мисс Фортуна Саппорт от команды Рокс Тайгерс. Вот так вот! А ну-ка быстренько, аналитики, подведите на этот счёт у нас! Короче, МФка качает Ешку и просто доминирует. Это Эш-саппорт. Чё? А Бульба говорил, что это будет Эш-саппорт с самого начала. Нет, я говорю про МФку. Поздравляю с этим поражением. С КТ, пожалуй... Они свапнули. Они пытаются смайлгеймить. Всё, там после 30-й же... После 20-й. После 20-й. А можно нам? А что у нас на 20-й осталось в итоге? Юра. Юрий. А у нас осталось в итоге Эш, а Дэкерри, МФ-саппорт. МФ-саппорт, как и говорил Бульба. Как и говорил Бульба. Эта МФка, скорее всего, будет играть с андервордом через прокачку Ешки. Ну да. Бесполезный пик, на самом деле, потому что... В смысле? Ты просто не играл с МФ-саппортом. Ты не знаешь всю силу этого пика. Ну, увидим. От Лекса я просто слышал, что МФка обязательно появится на этой туре. Обязательно. И, может быть, даже Сантос говорил, что она фотом будет на этом чемпионате мира. Вот я слышал несколько мыслей на эту тему. Как саппорт, да. Ну, Сантос, возможно, имел в виду саппорта. Но, друзья, мы не можем больше останавливать нашу аналитику и передаем слово нашим комментаторам от Эримейнсу и Флэшн Де Найту. Спасибо большое, Миша. Игорь, как ты думаешь, какой саппорт был бы лучше, МФ или Эш все-таки? Я считаю то, что Эш-саппорт, наверное, был бы как-то попрофитнее. Но, тем не менее, мы видим сейчас новую реализацию, новый пик на этом чемпионате мира. И самое интересное то, что Rocksteigers его показывают в очень важном матче. И сейчас, когда они борются за выход в гранд-финал чемпионата мира, они выкатывают такой очень интересный пик, естественно. Но, тем не менее, Лекс правильно отмечал то, что МФ у нас точно появится. Но кто мог ожидать, что на позиции суппорта? Нет, но раз отмечал Лекс, то очень здорово, что так получилось. Лекс, кстати, очень много моментов правильно подмечал. Какие должны быть итемизации и чемпионы, которые будут работать. Единственное, наверное, с Джином он не лучшим образом угадал. Он говорил, что Джин совсем будет мало играться. И если будет играться, то будет играться в основном через итемизацию, через Эссенс Ривер. Но, тем не менее, до сих пор мы видим, как многие Джины собираются через Армор Пен. Взрывается залка, только видишь, что Горилла дает свои косты. Мне самому, на самом деле, очень интересно, как МФ-суппорт должна себя найти в игре. С Игнайтом МФ-суппорт в полуфинале Чемпионата Мира, заставляющая Вульфа прожимать флэш до крипов. До... Ой, я даже боюсь. Нет, я знаю, какие ассоции у тебя возникают, когда я говорю до крипов. Смотри, что будет на шестом уровне. Стрела, ультимейт МФ, все, еще пропало. Тандерлорд брокает, гремит, как говорится. Горилла достаточно много маны уже потратил. Вульф так-то самолирок немало потратил уже, целую, одну из двух. Ну, композиция здесь неплохая на боте, конечно же, у нас появляется. Я думаю, то, что в каком-нибудь 2018-м мы, может, увидим те самые любительские связки Синплес-Джарван на Чемпионате Мира в Гранд Финале. Синплес-Джарван, вот это времена были. Ну, прям... Ликрид приехал на Чемпионат Мира всех удивлять своим брендом. Ну, а тут Горилла сказал, а что, мы тоже группа А, мы что, хуже, что ли? Это мы просто, чтобы у Ликридта инфаркта не было, не стали это в группе брать. Особенно против бренда какого-нибудь. Особенно против Вульфа какого-нибудь. Против бренда они сами не играли. Против бренда у нас играла команда G2. Ну, и теперь... Варлорд взят у Аши, кстати, а Ферва как раз-таки... Самое интересное то, что оба пика у нас одинаковые уходят, что для Бенги, что для Бланка. Если Бенги старался практически не гонкать, он действительно на ганки не заходил, он фармливал. Но он доминировал там 24 крипа на 50-ти... У него команда сама справлялась, то есть дайв на топе провалили Роксы. И там по большей части Дюк сыграл здорово, но не стоит отмечать... Ну, точнее, наоборот, стоит отметить то, что здесь никакой помощи ему и не надо было. Да, иногда бывает, что один лесник как бы гангает, другой выходит на контрганг, и никто ничего не сделал. А произошло так и произошло, Бенг прожимает сразу госты, по Куре играет, Мантра выедет от Куры, инстанте, фейкер, пытается по Куре разыграть. Мало здоровья у него, но даже не близко до смерти, потому что еще две тычки должно было пройти по мид-лайнеру команды Роксу. У Куры была еще печенька, использует Бенг. Бенг понимает, ну, как-то это не особо страшно, поэтому пока что может пережить эту самую Ешечку. Заходит Пенат, у нас он в среднем кусте стоит из трех. О, вот здесь пытается Дюк зайти, и Бенг также не знает, что Пенат здесь, сейчас СКТ как могут разыграть здесь. И Дюк тут же падает, вернее, могут разыграть, конечно же, Роксы. Очень грамотно прочитал сейчас Пенат своего оппонента, знал, что он будет идти на верхнюю линию, и грамотно стал в куст, Смеп прекрасно забайтил. 1-0 в ползу Роксов, заслуженный момент, в котором Роксы именно переиграли оппонента, а не просто так получилось. А теперь, когда Бенг шел на свой ганг, оказалось то, что Дюк забайтился на него. А вот Пенат действительно очень здорово поджидал. Он, кстати, уже практически смог вернуться на базу, было бы очень неудачно, если бы он вернулся. Инстантный разворот вдвоем, просто по бедному Дюку. Здесь шансов выжить было крайне мало, с учетом того, что Смеп еще смог настакать свой перегрев. И первую кровь получает для себя именно Пенат. Пенат вообще все время рад, если честно. Пенат все время рад. Пенат все время рад. Он очень позитивный молодой человек. Пенат не виноват. Пенат не шпинат. Не путайте. Игорь просто пока был в Америке, научился новым триксам комментирования, которые пока что мне, к сожалению, не подвластны. Поэтому, дорогие друзья... Юра, Юра, очень много игр с Салсиором. Действительно, слишком много. Я буду старой школы придерживаться. Кура забирает у нас синий баф. Пенат вовремя подходит. Отдавая ему первый синий, ему он совершенно не нужен. В отличие от Блэнка, который Манна все-таки юзает. И это даст Кура некоторую возможность хоть не так сильно проиграть Фейкру центральной линии, а может даже ее и выиграть. Потому что пока... Блэнк решил гонкать. Гонкать очень много. У Кура есть флэш. Блэнк проходит. Флэш юзает Кура сразу же. Ну, пока что все равно по фарму он... Вообще, на самом деле, Виктор до первого тема все равно не очень много урона имеет. Сейчас, кстати, Дюху на развороте здесь можно очень неплохо просадить, но дальше смет не идет. Там до перегрева была еще одна. Скорее, по большей части, он знал, что Блэнк после ганга опять убежал в верхнюю часть карты, и он не может сейчас далеко заходить. Ну, а Кура выфармливает сейчас чуть меньше, чем Фейкер. Ну, вообще, стоит заметить, что, конечно, к нему и Блэнк зашел уже два раза потерял на этом время. Ну, и ХП очень много выбил. Как же Блэнк неприятно здесь на боте стоять. Хорошая полк реализации получается. О, Фейкер играет с Лоша, тот же Кура. Ну, какая ошибка. Очередной раз. Ну, как я это не люблю. Очередной раз на шестом левеле сразу улынет, как только другой оппонент не может перечитать соперника, что у него все-таки через следующего крипа будет шестой уровень. Здесь, тем временем, еще и Пенат погибает. Смеб дает телепорт, он шестой уровень, дает очень далеко. И много времени есть у Вульфа и Бэнка, чтобы допушить. У Смеба есть и Флэш, и Ультимейт. Идет еще один телепорт. Сейчас от Кура пытаются выйти, но по Вульфу идет от Смеба игра. Тут же Вульфа забирают на Вене. Бэнк пытается выйти у него скачок. Скачок очень рано юзает. Смеб может его отчинзить за эту грубую ошибку, которую Бэнк совершает. Смеб очень мало ХП, но он выживает. Прэй пытается танковать. Прэй, что ты делаешь? Зачем хилл флэш тратит? Столько много самонерок, некому их доесть. Сейчас Бэнк зайдет. Бэнк зайдет. Но как здесь Кура фулл ХП, который может дать Матра Е. Несмотря на то, что ультимейта у него пока что нет, он пятый в уровне сам. Кура прогоняет его. Столько самонерок было потрачено для того, чтобы не отдать килл. В принципе, это все же Ворсет. Но хотелось бы Бэнка отметить игр. Вот на мой взгляд, все-таки он мог подождать немножко со своим скачком. Он мог подождать, но у него очень мало маны здесь в любом случае было. И Бэнк здесь решил уже, что дальше его давить не будут. Потому что вдруг где-то неподалеку окажется Олаф. И Олаф бы эту драку очень хорошо зачистил. Проходи, подходи, я похилю. Растанковали вышку просто гениальную здесь, Рокси. Я на самом деле такого, наверное, никогда даже и не видел. Я понял только через секунду, что произошло, честно говоря. Пытался не подавать виду, но все-таки это настолько было здорово, что не могу не высказать свое впечатление на этот счет. Если бы у Бэнка был шестой, он, кстати, мог бы здесь проигнорировать Кура и просто побежать эту драку зачищать. Это могли бы быть легчайшие три убийства. Ну, два. Два убийства. Ну, просто там на три могло не хватить, потому что если ты хоть одним топором промазал, то там за каждый промазанный топор минус один от трех. За каждый промазанный топор можно было бы и жизнью своей поплатиться. Но, тем не менее, сейчас Роксы на поте неплохое преимущество для себя получили. По фарму они и так ведут. Плюс убийство, плюс ассист сейчас для Прея. У Прея скоро появится шестой уровень, у Гориллы тоже. А это означает та самая комбинация. Эх, зайду я завтра в соло ранг. Это и... Не надо. МФ будет в 99% игр забанено, а в одном пикнут на спор. На самом деле, мне кажется, в соло-кьюв все дальше будет придерживаться мнения, что на МФ, пожалуй, поиграют на позиции именно Ада Кэри. Интересные у МФ предметы тем временем вырисовываются. Прям очень удивительно ее видят. Все-таки на позиции упора скоро будут шестые уровни. И Прейта готов будет, кстати, сразу же ультовать. Особенно учитывая, что у Вульфа нет своего скачка, и об этом знают Роксы. К тому же Пенат уже старается находиться больше в нижней части карты. Чтобы, если понадобится, поддержать свою нижнюю линию. Ставит в арт очень грамотно Пенат. Мне кажется, Бленк не видел. Нет, все. Поставил свой розовый тотем. Бленк все видел у него. Ну и самое интересное, что у нас опять вновь огненные драконы. И по Вульфу идет ульта инстантно. Ну как по книжке, только что мы с игрой все рассказали. Как же так? СКТ не читают игру Роксофт на нижней линии. Хотя, казалось бы, что внешне так же все очевидно. Здесь самое интересное то, что экзост даже не особо эффективен на этой линии. По той причине, что у тебя не хватит дистанции, чтобы экзост этот выдать. Пытается как-то Бленк закаврить нижнюю линию. И 3ВС2 здесь пушат 2 АТшника и Лисин. Опор. Бленк. Ну надо быть поаккуратнее. Да, все-таки зачистили крипов. А дракон у нас какой, Игорь, следующий? А дракон у нас огненный. Надеюсь, что снова будет их 3. Пока что по статистике, дорогие друзья, по статистике в полуфиналах нынешних 4 из 5 драконов инфернально. Это здорово. Все-таки в групповом этапе у нас не все команды могли насладиться тем самым моментом. Опять его микро. Как же он жмет своего оппонента, держит его на низком уровне здоровья. Он умеет сам 1-0. И пытается своей команде выиграть все-таки позицию для того, чтобы хотя бы центральная линия была очень эффективна. Ну Кура, кстати, все-таки для себя успел получить 2 содействия. Поэтому тут какое-то золото он также дополнительно получил. Правда вот по фарму ситуация будет все ухудшаться и ухудшаться на миде. Потому что сейчас фейкер уже имеет неплохие задатки к тому, чтобы выфармливать здесь даже где-то 240-20. И если его остановить не получится, то с Виктором потом придется бороться. А бороться с ним не так-то просто. Ну учитывая то, что сейчас нижняя линия пока что выигрывает у Роксов, как же сильно Бэнк отстает по фарму все-таки. Здесь конечно зонинг потенциал будет просто безумный. Не готовый СКТ. Абсолютно не готовый к такому пику на боро. Просто представь эквалайзер, стрела, тиммейт МФ и еще от кармы Мантра Кью. И еще Лисин ультует в пятерых. Ну это уже перебор. Здесь по большей части Лисин должен выполнять функцию тизенгейджа. Для своей команды. Но тем не менее, все ты не задоджишь. Третий ботинок настолько ранний от Прея. Ну, может тебе позволить все-таки. Достаточно урона в принципе от ультимейта Горилла. Просто ему не нужно так сильно стакать предметы. Фейкер так старается здесь, так пытается хоть как-нибудь преимущество вырвать. И только девятый левел получает только что Кура, когда Фейкер уже был десятый до этого. Ну, тем временем-то Дюк на топе продолжает выфармливать. Правда и Смеба он остановить не может за счет того самого убийства. Сейчас у Смеба все в порядке на этой линии. Перегрев. Вот вот щиток, перегрев у Смеба. Но у Смеба есть ультимейт. У Дюка также есть ультимейт. Сюда подходит Бленк. И пената здесь даже близко нет. Что же будет делать здесь Бленк? Будет ли он идти на дайв? Надо тратить ультимейт на то, чтобы и не отпушить. И что делает Смеб? Правильно прочитал он. Бленк бежит на гостей. Офлышается правильно Смеб. И здесь ни в коем случае не может уже Бленк его добить. Бленк. Бленк. Не просто так ультимейт нажал. Бленк побежал под ультимейта просто бить вышку, у которой нет крипов. Ударил ее один раз. Получил два тверхита. Стрела идет мимо. И убежал обратно. Поторопился. Пенат. Будет инсек. Инсека не будет, но будет вышка со следующей пачкой миньонов. Нет, здесь на самом деле ультимейт есть у Ульфа еще. Они могут разыграть. Да, ультует Ульф за вышку. Это правильное решение. Но здесь идет телепорт. Бленк проживает все самой. И вульф находится критической опасностью. У пената есть до сих пор свой ультимейт. Вульфы забирают 5-2 в пользу Роксов. Конечно же, вышка внизу также падает. И реализует себя прекрасным образом на первосблане вышке. СКТ забирают свою чуть позже. А здесь еще тем временем Роксы могут и Т2 забрать. А вышка падает у нас очень быстро. Потому что здесь все пять персонажей со стороны команды Рокстайгерс. Мне бы надо отступить. И вышку, конечно, не так-то просто сейчас танчить. Чуть-чуть не добивает она пената. Буквально два. Толь хита нужно было. Фейкер здесь просто старается как может. Не спускался он на бот. Понимая, что там не дать никакой помощи своим мейтам. О, прекрасная только что была отмена автоатаки на мувменте после кьюшки. И пытается забрать со стороны. И в принципе это получится. Потому что Курт заходит чуть позже. Фейкер сейчас нужно забирать. И после этого с Блэнком они вместе выходят. Пенат на низком уровне здоровья. Несмотря на имеющий свой ультимейт, они не могут помешать. Мне кажется, кстати, для СКТ это даже более выгодный размен. Сейчас забрать вышку на топе Т1 и вышку на миде Т1. Потому что в передвижениях по карте это даст намного больше, чем для Роксов. Вот эта вышка Т2 на боте. И фризить сейчас линию, естественно, никто не будет. Потому что уже давно так у нас не отыгрывается игра. И в этом нет никакого смысла. Все-таки динамические передвижения по карте намного важнее. Но при этом, конечно, контролировать линию Роксам будет посложнее. Учитывая старт этой игры, конечно, для СКТ это будет походить как одна елочка. И хоровод из четырех детишек вокруг нее. Потому что фейкер очень силен. Остальные достаточно слабы. Нет ни убийства, ни содействия у Бленка. У Дюка лишь одна смерть. У Бенка всего лишь 104 криппа на 15-й минуте. Это достаточно мало. По Вульфу идет здесь ультимейт. Один, второй. Вульф выфлэшивается, кстати. Не хватило урона. Здесь УМФ пока что не такая атомизация, которая может настолько много повреждений нанести. Но, тем не менее, как мы уже видели и знаем, то, что СКТ против Роксов намного лучше сноуболит преимущество. Сейчас посмотрим, как Роксы могут себя реализовать. И является ли это байкой, либо же это действительно так и есть. Мне кажется, что с Пенатом скоро будут вот такие, знаешь, гифки делать. Или не гифки, а картинки. Не хочу, не буду. А потом Лавовый Дракон и Пенат такой язык. Но здесь и Бленк подходит. У Ульфа сейчас слыша нет. Забирает все-таки Пенат Лавового Дракона. Фейкер, ой, как сильно встрял-то под Смеба. Забирают Фейкера практически сразу. Прей пытается настроить, не умал здоровья. А Ульф здесь не может найти позицию. Это 2 кила для команды Рокс. Плюс Лавовый Дракон. Эквалайзер идет прямо в лицо. Бленку забирают троих. Дюк пытается здесь фланга зайти. Но, по-моему, СКТ как-то то ли сдались в этой вообще позиции. Я не могу понять, почему они отдали все совершенно. И Дракона, и 4 кила. Фейкер потратил оба свои саммонеры. Он не прожал свой ультимейт. Он в драке не сделал ровным счетом ничего. И без Виктора, без самой сильной составляющей сейчас команды СКТ, естественно, драка была просто в ноль проиграна. И очень напоминало то, что произошло у нас в прошлой игре. В концовке ее, когда за старшего Дракона Рокстайгерс пошли в ол-ин и проиграли его. Пытается Бэнк здесь от ультиться, но никак он центральную линию спасти не может. В этот момент Пенат спокойно выходит. И давайте посмотрим на повтор. Зашли слишком глубоко. И Фейкер то ли не ожидал то, что Смеп находится в этой позиции, то ли колл был очень странный. Но невнимательно сыграл мидер команды СКТ. И Смеп его просто сжег. Без Виктора, когда команда уже летит и не имеет никакого потенциала даже раскайтить оппонента, или как-то на отходе нанести уроны, то СКТ здесь по одному просто рассыпались. Выжил по итогам только Бэнк, которого в драке-то и не было. 4000 золота, преимущество у Роксов. Лавовый дракон, следующий дракон у нас. Сиродак и Дак, как бы сказали наши турецкие коллеги. Коллеги. Ну, там, кстати, в последнее время на чемпионате мира мы именно очень близко общались с бразильскими кастерами, потому что они сидели прямо рядом. И то, как они топили, допустим, за Инекс, а мы за Интези, наоборот, было действительно здорово. Примерно вот так, наверное. Примерно вот так. Это как в 70-минутных играх единственный болельщик Flash Wolves, который сегодня... Let's go Flash Wolves! Let's go Flash Wolves! Ну, а пока что игра у нас слегка замедлилась. Надо забирать вышку на топе Т1, и СКТ пытаются забрать Герольда, потому что этот объект у нас сейчас очень редко контролируется, и они понимают, что помешать им вряд ли здесь кто-то сможет, потому что Роксы даже не думают, наверное, о том, чтобы СКТ могли его забрать. Пенат! Нет, сила не будет, но здесь прекрасно идет ульта от ЭБФки, Бленк еле живой, Пенат будет пытаться доигрывать, эквалайзер идет, попадает в Дюка, и Бленк отбегает от него, сразу играет по Пенату, Фейкер забирает Пената все-таки, и размен 1-0, плюс Герольда команды СКТ. Жадность парня сгубила, и Пенат попытался здесь свой какой-то плеймейк реализовать, но у него не получилось, и тем самым он дает убийство, и все-таки Герольда смогли для себя оформить именно СКТ. Пенат пожадничал, он хотел сделать красивый плейс, он был около того, чтобы сделать его, у него не получилось, и он подумал, надо дальше, надо дальше идти. Надо дать флэш, а потом такой, а зачем я флэш давал? Дюк стревает. Вау, Дюк, здесь от Куры идет Мантра Кью, но получается все-таки... Не особо опасно это было, потому что у Куры сейчас эдемизация абсолютно не такая, которая позволит ему очень много урона наносить своей Мантра Кью, да и просто слушать. По вышке продолжают идти Роксы, буртовой ульты не имеет, поэтому он не может задефить вышку, так просто... О, Дюк может истрять! Он тут же ловит, Ру, сливает Дюк! Ультимейта у него нет, скачка тоже, что сделал Дюк? Непонятно, отдал вышку, сам погиб, 10-3 Роксы снова ведут, и СКТ бегут, пытаются все-таки ответочку дать, Пенат понимает, откуда бегут СКТ, и тянет время, чтобы его быстро не забрали, у Бенга нет маны совершенно, Фейкера также нет, призрака стрела летит совершенно мимо, Пенат выходит, сколько времени Пенат выиграл своей команде, ни одни часы не смогут столько дотикать. Неплохо, Юр, закончил мысль очень-очень креативно, но тем не менее, вышку СКТ так забрать и не смогли, они попытались убить Пената и забрать вышку, но по итогам не сделали ни того, ни другого. Фейкер приходит к границу вместе крипов до 20-й минуты. Фарма у него, конечно, очень много, но пока он не реализовать не очень-то и удалется, Лич Бэйн будет второй предмет Фейкера, он собирает ее просто одной кнопкой после сияния. Здесь, кстати, очень много сквишового цели, поэтому Лич Бэйн здесь может сработать, но тем не менее, будет интересно посмотреть, как он позицию сможет такую выбирать, чтобы наносить эти уроны, потому что мы уже отмечали, что заходить в такой сетап проксов будет очень сложно. Особенно если Смеб будет его практически ваншот до файта, пока тот не успеет даже ульт нажать. У Смеба сейчас просто идеальная игра идет, у него 4-0-4 рамбл, отлично реализованные два телепорта, которые он сделал на под, и есть уже два полных предмета, и, кстати, вот как раз-таки Фейкер его не особо сильно будет пробивать, потому что у Смеба есть сейчас мирки, есть способ пустоты. Подхорашивает Кура, причем достаточно больно, стрела идет по Фейкеру, флэш стену дает, ударяется головой, как же больно Фейкеру, погибает царь Мидлейна, у него уже счет становится 2-2-0, свой фарм он реализовать не может, команда ему не может помочь, и вот так сильно своя же команда загоняет в позицию угла, что он начинает фейлить, даже простейшим, такие как скачок от стрелы летящие в него. Одному игроку, когда он, даже с учетом того, что он может засноуболиться, выиграть игру становится очень сложно, когда у оппонента все настолько хорошо. Отличный ультимейт сейчас от пената. Вульф прожимает свой скачок, ультимейта у него нет возможности даже дать, чтобы вышку засейвить. Скорее здесь нет возможности задавать свой экзост абсолютно у Вульфа, и пока что этот саммонер не является у нас очень и очень хорошим, тем временем в лучших традициях. Просто очень больно было на это смотреть, фейкер здесь пытался вбок дать скачок, но у него места просто столько много не было, и второй дракон уходит, Роксам, это дракон горный, следующий будет океанический, у нас такая немножко солянка из дракона в этой игре получается, одинаковых нет, но, несмотря на это, каждый из них может быть полезен по-своему, и в любом случае старший дракон как объект очень любит, когда перед ним есть несколько других драконов, что вы все-таки усилили. вообще, да, так оно и есть, но, тем временем, Дюка совершенно все не складывается по сравнению с прошлой игрой, несколько смертей, которые он отдал, сейчас не позволяет ему хорошо чувствовать себя по фарму и по золотку. стрела мимо, Блэнк пытается в пенаты здесь сыграть, пенат вовремя очень отходит и пенкварт даже добивать не будут, потому что это пока что все идет к тому, что дядя Зак будет Генезису покупать стейк, потому что очень неоднозначная игра от лесника СКТ. Здесь пока еще непонятно, кто кому стейк будет покупать, потому что все-таки в первой игре СКТ победили. СКТ-то победили, а у них же противостояние именно лесников. Ну а сейчас именно Блэнка и пенат. У роксов не получается сильнее сноуболить игру, они где-то каждые 3 минуты зарабатывают всего лишь по 1000 золота, это не настолько много, как давили СКТ, тем более, что счет сейчас 11-3 и роксы могут на карте намного больше всего делать, чем СКТ. 5500 золота преимущества и 2 дракона уже горные лавовые, это на самом деле довольно-таки неплохо. Это хорошо, да, но не настолько сильно, насколько возможно, но тем не менее СКТ очень хорошо сдерживают, держат свои позиции, они постоянно отпушивают миньонов, чтобы не дать какой-то большой скопившейся пачке дойти до Т2 вышек, чтобы, ну точнее до оставшейся Т2, которая на топе у нас осталась, чтобы могли роксы забрать ее, ну или кого-то подловить, хотя бы в лесу. Пока фейкер фармят, надежда есть, фейкер фармит много, предметов у него есть, по-дамажникам дать могут, а могут и не дать, если опять стрела полетит в ЦИ. Так-то да, и здесь пока что вряд ли будет у нас такая ситуация, что фейкер пойдет покупать себе QSS следующим предметом, но... Урона просто не будет тогда у СКТ. Урона совершенно не будет, и надо, помимо того, что у него есть Лич Бейн, все-таки скорее получить для себя Релай. Релай — это просто необходимый предмет. Есть ураган Рунан уже, и... самый лучший меч. Два с половиной предмета у Прея, и столько уже у фейкера, хотя мы отмечаем его как главного дамаж-дилера. На этой стадии игры очень сложно уже стоять за Рамбла против Эко. Здесь вообще все очень тяжело. Тем не менее, если бы у Эко было бы на один предмет больше, была бы ситуация абсолютно ужасная, но тем не менее СМИ пока что может сдерживать своего оппонента. И это приятная новость для команды Рокс Тайгерс. У Бенга настаклась Мурамана, но у него еще даже тройственного союза нет. То есть даже двух предметов пока еще нет у стрелка СКТ. Уж очень сильно он оставал по фарму на линии. А вот теперь есть и тройственный союз. Только что появляются два предмета он все-таки дособирает. У Дюка пока что есть еще и Бавгерольда, и будет он висеть на нем достаточно долго. Ну и пытается прогонять СМЕБа. В первую очередь конечно СМЕБу нельзя нам очень много в здоровье тратить, чтобы была возможность по необходимости присоединиться в командное сражение. Но это очень тяжело все равно делать Дюку, потому что СМЕБ 4-0-4 каким бы таким условным контр-пиком там на средних уровнях не был ЭКО по отношению к Рамблу. И могут на Шора заваривать Роксы. Ну прям в прямую в лоб лезть и забирать на Шора с таким сетапом, где нет ярко выраженного танка сейчас очень опасно, потому что один лишь Пенат его не сможет долго танковать, хоть у него есть и Карма, у которой есть чашечка и щиточки. Топ-лайнеры до сих пор идут на нижнюю, линию стрела летит мимо, Пенат пытается забрать СИНИЙ баф, у него это не получается, его забирает Фейкер. У Виктора сейчас проказ такой, что если он попадает лазером, дает кушку со своим Лич Бейном, то вполне выдает примерно такой же урон, который может сдать СМАЙ. чуть-чуть не успели СКТ сбить реколы своим оппонентам, и вот, к сожалению, не показывает там кулдаун редакшн, то есть сокращение при зарядке умений у Виктора, но у него минимум 30, потому что есть и ботиночки Люсидки, и Лич Бейн, и СИНИЙ баф, а Блэнк заходит здесь на Кура, идет тут же телепорт поддержку от Дюка, втроем идут СКТ, и даже не заканчивая Дюк свой телепорт, просто Кура забирает, понимая, что его поддержка в принципе здесь не нужна, он может продолжать давить свою линию, но у него теперь телепорта нет, как же СКТ сейчас будет макро свою ротацию совершать, пока что будет интересно посмотреть. Кура пожадничал, когда вся его команда вернулась на базу, он пошел дофармливать топ, дофармливать свой эхо Людена, но тем не менее не ожидал, что СКТ так быстро могут прибежать на его линию и его смогли отрезать. Как бы Бэнг случайно не поймать контроль. Бэнг случается вовремя, Пенат, ой, ловит здесь Кабу, но тут же Пенат идет дальше ульта Зайра, Пенат выходит из нее, и здесь спокойно Дюк, кстати сплитпушит, вышку-то забирает, и здесь то, что Роксы не могут реализовать никакого преимущества, это все равно достаточно плохо для Роксов. У Пената нет телепорта. Смеп. О, Фейкер, сколько мало здоровья, Смепу практически сжег. Горилла здесь пытается так же Ешкой доиграть. Пенг отстреливается, пытается Папре попасть с Киллшота, пока не летят цель, подходит уже Дюк к Нашору, и Горилла его вардит. Будут ли его форсить сейчас Роксы, зная, что у Фейкера так мало здоровья. Он уже бежит. Краб контроль сейчас не за Роксами, и это неприятно. А, Нашора начинает 8000 золота, Кашу падает, сгорает Нашору моментально, под горным лавом драконом 3000 здоровья у него, конечно же, а не золото, только что было Нашора 8000, Блэк бежит вперед, 2000, Блэнка убивают практически в мгновение, Пенат будет забирать это Нашора, Фейкер заходит с ультимейна, прекрасным образом, Дюк идет дальше, будет ли размен, Прей идет дальше, один в четверых, пытается кого-то заулынить, он стреляет, его флешается, стоит прямо в щите, но здесь не может никак Дюк доиграть, Вульф на очень мало здоровья выходит, и ваншотают просто всех СКТ, под бафом Нашора, под лавом драконом, команда Роксов. Выживает только Вульф, как же сыграл в этой ситуации Прей, он просто идеально прочитал момент, сдал свой ультимейт Фейкера, как только он откатился, и смог ваншотнуть практически двух кэрри, потому что сейчас очень много золота было у Прея, и дэмэдж его, даже если посмотреть в эту ситуацию, по блэнку проходил просто слишком большой, который не смогли здесь СКТ как-то зарезистить для себя, и все время хорошая позиция, при которой он смог отзонить, и вот тот самый момент, где он Фейкера, в принципе, уничтожил в соло. Он с Рунана вообще всех убил. Ну, в дальнейшем, конечно, он все-таки погиб, потому что много контроля в него летело, там и гравитационное поле Виктора, и в дальнейшем уже контроль от Эко, но, тем не менее, свою задачу он выполнил. Ну, еще один дракон уходит сейчас в команде Рокстайгерс, как я отмечал, пока что у нас Салат выходит из драконов, и повторяющихся не было, но очередным будет Огненный дракон. Роксы прекрасно себя в файте показали, попытался Фейкер этот файт перевернуть, но на самом деле, мне кажется, что Блэнк очень много взял на себя, на самом деле. Он просто вбежал в Нэшер Пит и погиб, не подождав Дюка, который также мог помочь бы ему танковать весь урон. То есть Дюк был до сих пор со своей ультимативной способностью, а забежал Блэнк, погиб, и без танка, конечно, играть достаточно тяжело, потому что там и локет, и армор есть. Но я, кстати, полностью соглашусь с тобой, что у Блэнк-то встревает, ультимейт от Пената, и... Пенат прекрасно играет, а Блэнк, видно, уже тильтует. Забирается Т3, ингибитор будет точно падать, 5 в С4, нет никаких шансов у СКТ апдефить этот ингиб. Роксы еще и Т2 на топе, не чувствует совершенно. Зато мы теперь нашли чемпиона, от которого Блэнк тильтует. Не смог он выстоять против суппорта МФки Гориллы, и с самого начала игра у них не пошла на боте. Но ультимейты здесь идут, особо никого не бьет ультимейт МФки. Ну так, пощекотал. Пощекотал Блэнка. Ну, а следующим предметом Горилла себе собирает Блэк Ливер. Черную секиру. Блэнк использует смайт на Тачанку, но это не помогает особо. Прекрасно идет эквалайзер по Вульфу зонит очень сильно. Фейкер 1 не может играть в Версус 9. Блэнк не очень много урона наносит. По прейву пытается играть здесь у нас Дюк. Дюк живет достаточно долго. И здесь наигрывает. Можно всех убить Дюк, но добивает всего лишь одного. Блэнк флагит с правого края. Фейкер добивает одного. Блэнк бежит сразу за Гориллой. Добирают Смеба. Здесь 4-0. Размен. Дюк сейчас вытащил эту драку. Он сделал все для того, чтобы СКТ ее выиграли. Он сдал ультимейт в 4 цели. Он постоянно сидел на кэрре. За счет своего ангела-хранителя он выиграл очень много времени. И по итогам СКТ смогли зачистить эту драку. Но тем не менее, жадно здесь Раксы сыграли, когда пытались в волын пойти на вышку Т3 и на ингип, когда у них позиция абсолютно не та была, когда у Прея не было уже флэша. Как больно. Даже с учетом того, что это эко-танк, все равно он наносит очень большие повреждения своим ультимейтам. Особенно тогда, когда танкует. Особенно, когда против него играет сетап из 4-х сквишей. Более того, достаточно много магического урона все-таки у Раксов. И Дюк как раз так же доджит и за счет своих предметов, которые он собирал против мага на линии. Ну, у Прея эта драка совсем не пошла. Он по объектам играл, естественно. Играет по объектам. 829 влетела. Там, наверное, случайно от Рунана где-то. А случайно? Ну, случайно, да. Совершенно. Ну, вообще влетела по Дюку, когда он прям насел уже на Прея. Но тем не менее... Пенат, контр-джанглин, Бленка, как бы это опасно не было. Гарина убегает на своей пассивочке. Ать, и все-таки один куст его в него плюет, но... У Бленка не было, поэтому он здесь догнать уже никак не мог Гориллу. Бленк собирается просто в фулл танка. Кстати, тем-то временем собираются Роксы подсплитпушить здесь. О, могут быть проблемы сейчас. У Пената будет ли это стан? Нет, стан не идет. Пенат вовремя. Дожит все косты. Он дожит и топор, и Рудзайра встревает все равно. Дюк по нему играет. Пенатом прокает. Маморкиус, он его не спасет. Ни в коем случае. Фейкер встревает здесь достаточно сильно. По Смебу идет урон. Но Фейкер в этот момент Смеб ультует. И в жоню входит. Фейкер выфлэшивается. Какая же микроигра. Какие же моменты здесь. Забирают линги. Прей стреляет. Стреляет. Но чтобы сбить ему телепорт. Неужели сбьет телепорт? Неужели сбивает телепорт Дюку? Вот это игра от Прея. Забирают они Т4 вышку одну. Вау. Идет телепорт тут же. Вот Смеба. Будут доигрывать по Т4 вышкам. Одна уже падает. Вульф также падает. Что делают траксы? Как они переворачивают эту игру. Вторая игра совершенно не похожа на первую никаким образом. Играют по Дюку дальше. Дюк культует. Будет ли он очередной спасительный. Палочкой-вручалочкой для своей команды, как в прошлом файте. Падает все-таки Блэнк. Дюк остается один. Нексусу никак не задефить. Роксы делают страйкбэк. Они возвращаются. Один-один счет. Роксы умеют играть красиво и неожиданно. Этот ультимейт, который влетел сейчас от Прея, смог позволить закончить им игру. И, конечно, концовка была просто невероятной. То, как Смеб разыграл, когда он остановил и Бенга. Он смог и остановить и Фейкера. В дальнейшем Фейкера, кстати, добили. За счет чего он ничего в драке на защите сделать не смог. Но, тем не менее, Смеб в этой драке, мне кажется, MVP целиком и полностью. Потому что он именно реализовал своего Рамбла на все 100%. На роумах, в командных сражениях и, конечно, даже в концовке. Фейкера сжег на первом лавном драконе. Кстати, Горилла, скорее, поджег здесь Бенга. Потому что Бенга... Я просто не припомню таких игр, когда настолько сильно Бенг был выключен из игры. Поэтому мне будет интересно, что об этом думают наши аналитики. Узнаем у них, что, кто и кому поджег. Миша, тебе слово. О, друзья, кто только кому чего не поджигал в этой игре. Потому что главный спор между Заком и Генеисом. Кто же в этой игре был полезнее? Но я считаю, главный вопрос, кто же в этой игре был без полезнее? Бленг или Пенат? Я бы вручил премию Мэтиоса в этой игре Бленгу. А премию Клерлава Пенату? Кдашечка. Да, Кдашечка в порядке. Лисин, который бегает, который смотрит, как его Рамбл все за него делает. И такой, о, я сегодня выиграю. Что интересного у нас произошло в этой игре, господа? Во-первых, два первых телепорта, которые очень большой спейс оказали на эту игру. Когда Рамбл телепортировался, а Эка не особо... Они оказали очень большой космос. Они были просто космос. Окей. Но погибает Пенат, это, собственно, премия Клерлава. И далее, что происходит? Вот, опять же, Смеп приходит, и идеально квазет Эквайзер, не в стиле Марина. Смотрите, что делают Бленг и Фейкер в этот момент. Что они делают? Вот они вообще даже не думают идти на бот. А зачем? Волки! Волки! Флэш, летс гоу, флэш, вулфс, говорит сейчас Бленг. А Фейкер еще подумал сюда сместиться, но потом такой... Ааа, нет, там что... Что там можно поймать-то? Там один килл, разве он того стоит? Лучше по башне две автоатаки дать. Ну, кстати, то, что они сразу не пошли, это не особо ошибка была. Потому что Трандалл телепортировался на пинг, который сел во вражеском лесу очень глубоко. А вот то, что они уже потом не пошли, когда там уже прям очень далеко не зашли под Т2 дайвить, там уже по-любому, как минимум, Фейкер должен был бежать. Потому что чем был занят Алаф, он Волков стилил. Ну, не особо такой разменчик. Но кто знает, возможно бы просто Роксы в момент, когда они забрали Зайру, они еще были там два человека на фулхф, то есть Рамбл и Аша, они могли еще отступить. Но так как Фейкер остался на мидлайне, Бленг решил поформить Волочков, они подумали, ну, почему бы до конца не пойти. Поэтому, в принципе, от Роксов было разыграно все очень хорошо. К этому моменту уже убил Фейкер один на один Куро. У Куро не было ни предметов, ни самонеров. Поэтому, в принципе, максимум кое-как впушить в мидлайне, это слабое наказание за такой возможный ром. Поэтому Фейкер мог бросить абсолютно все, пойти и попытаться кого-нибудь хотя бы забрать. Потому что там можно было и на дайве зайти туда к Т1. Поэтому тут явно нужно было инициативнее играть с КТ, не бояться. Ну и, по-моему, при любом раскладе, даже если что-то смещаешься, что-то не смещаешься, если ты смещаешься и противник играет осторожно, ты как минимум сейвишь своего игрока и ты сейвишь свою Т1 башню, потому что у них в любом случае не будет фулл хп, а у тебя все есть. Но это было странно. А после этого у нас вот достаточно интересный момент, где мы увидели силу МФ саппорта. Это все, что именно делали Прей и Горилла в этой игре. Стрела, ультимейт, МФки и все. То есть, по сути, они ловили, в отличие от Аши Бенга, это было очень много хороших стрел. Я знаю, как тренер Никсара, что стрелы это важно в игре с Ашой. И здесь их было очень много. Их хорошо, именно давление, попытка кого-то поймать, это все работало для тигров хорошо. Я бы отметил именно то, что в этой игре, вот самый, наверное, импакт внесли больше всего СМЕП, своими телепортами, своим отыгрышам на Рамбле. И, конечно же, Прей с Гориллой, потому что вот стрелы от Прея, именно позиционирование и ульты, которые давал Горилла, очень хороши. То есть, я понимаю, что связку это они выкатили 100% не просто так, они ее наигрывали долго. Или просто так. Ну, это абсолютно... То есть, как бы, вот смотри, какая логика, что как только мы видим Сайру или Эзриэля, мы берем МФку на саппорт. Ну, то есть, это не всегда, учитывая тем более, что это команда Рокс, там все могло быть из серии, давай попробуем загнобить их на боте, давай, че есть. Ну, я как-нибудь там играл в Сулуку на МФке, ну, гоу. Очень часто, мы, знаете, начинаем теоретизировать подготовка-заготовка, потом игрок-тренив-интервью. Ну, попросил меня тренера, в общем, играешь на чемпионе? Ну, да, играю, ну, давай. Очень часто такое бывает. И, в принципе, МФ не очень сложный механический чемпион, так-то, поэтому... Ну, там очень трудно именно попадать ультой, то есть, это самый главный его урон, который она наносит. И, в принципе, если ты ее положил неправильно, то ты, по сути, бесполезен, потому что единственное, что у тебя остается, это еще Ешка, но Ешка, это, скажем так, первоначальный ингейдж. Генетис, вопрос к тебе. Вопрос следующего характера. Как ты считаешь, после этой игры стоит ли оставлять Бленка или все-таки выпустить Бенги? Думаю, что стоит, но, наверное, следует как-то взять его, скорее всего, другого чемпиона Бленка, потому что Олаф неявно не его выбор, и тут требуется либо Элиза, либо Лисин, какой-то комфортный вариант. Видно, что Олаф это модный пик, но он просто не позволяет полноценно раскрыть Бленка как игрока, потому что его давления здесь не было, он фармил, он ничего особо не ганкал, а вот Пенатка на Лисине пытался именно хотя бы как-то что-то делать. Но, с другой стороны, ты Олаф, у тебя проигрывает топ, который получил ФБ, у тебя проигрывает бот, потому что там МФ и Эш, и при этом у тебя на боте Зайра и Эзриэль. Как ты можешь Олафом зайти на линию Виктора, зайти на линию, получается, Эзриэль-Зайра, и зайти на линию с Эко, это достаточно сложно, когда он уже отстает. Я и говорю, и в принципе из-за этого за Элизу, за Лисина проще такие линии камбэкать, в моем понимании, чем за Олафа. Олаф это очень командно ориентированный чемпион, а Бленк всегда играл больше от себя, это и отличало его от Бенги, потому что он брал на себя больше внимания. При том, что Бленк уже на Олафе играл против Лисина, против как раз-таки MLXG, а вот я бы ему Зака взял. Он, кстати, играл уже одну игру на Заке, здесь блестящий плей от Пре, абсолютно феноменально, классный. Он рассчитал ситуацию просто... Это, кстати, не единственный момент, как раз еще сейчас будем обсуждать момент на Бароне, где СКТ, Драку в итоге проиграли, он будет очень интересным. Но мы об этом поговорим чуть попозже. Ну а пока смотрим, как как раз команда Рокс заканчивала эту игру и выиграла, и счет стал 1-1. Я думаю, что СКТ Рокс 1-0, СКТ Наджин 1-1. Потому что именно СМЕП, Прей и Горилла были главной силой в этой игре. Вот Куру, ну Пенат, скажем так, он там помогал кое-как, а вот Куру, увы, не догравивая вторую игру подряд, это очень тревожный звоночек для команды Ку Тайгерс. Очень многие на этом турнире забывают про одно простое правило. Это не просто Куру плохо играет. Куру прекрасно играл в четвертнале, он играет против Фейкера. И на этом турнире, если до этого был модный тренд говорить, что Фейкер бог, на этом турнире модный тренд говорит, что вы все хайпите Фейкера, но вот зачем вы это делаете? А потом ты смотришь, как Фейкер играет весь чемпионат мира, он играет его действительно богоподобно. И Куру просто встретил нидера очень высокого уровня. И даже если мы говорим о втором полуфинале, где играют Рю и Краун, Рю и Краун может быть сильные ребята, и они могут разные вещи делать. Но такого лейн-доминанса и такой постановки линий не всегда от них можно видеть, по крайней мере. От Крауна да, от Рю, наверное, в меньшей степени. Краун этим известен. Он меньше романит, меньше куда-то ходит, он именно доминирует на линии. Другой вопрос, что как бы заменили Ходжина, и слабое место одно как бы ушло. Но Куру против Фейкера приседает уже целый год, поэтому это проблема. Куру, кстати, за время групповой стадии до 15 минут умер 11 раз. Больше всего в своей команде. Потом шел Горилла вроде 8 раз, и потом шел Смеп 7. За групповой этап, то есть он за 15 минут в среднем умирал за игру. Получается порядка 1 из 6, потому что у них все-таки 7 игр было. У них было не 6 игр по сравнению с большинством команд, а тайбрейки тоже были. Так что это интересно. Но в этой же игре можно, в защиту Кура могу сказать, что он играл на карме, которая собиралась через Arden Censor, чтобы просто бафать своих АДшников, чтобы они наносили урон. То есть он не пытался выиграть линию, у него не устояла такая задача. У него просто стояла задача выстоять ее и не проиграть как можно сильнее. Можно даже назвать его Пергзура, потому что он против Киры тоже играл на карме. Друзья, как раз тот самый Барон Файт. Очень хотелось бы нам поподробнее на нем остановиться и разобрать его. И в этом нам поможет Авертум. Спасибо большое, Олз. Действительно, бой был очень интересный. И суппорт Мисс Фортуна. Хотелось бы, конечно, сказать, что она его сделала, но, увы, она больше показывала себя на лейнинг-фазе. Бой начинается на 27-й минуте. Команда Рокс твердо уверена в том, что они хотят этого Барона делать. Ну, а команда СКТ Барона, конечно, не хочет отдавать, несмотря на отставание в 4000. Вот здесь очень важный момент, который отмечали и наши комментаторы, и, конечно, аналитики. То, что Бленк сыграл немного неправильно. А именно, когда у Барона было около 2000 здоровья, то есть Бленк его физически не мог никак сосмейтить, он бежит, включает ультимейт, подрубает все, что у него только можно подрубить, и вбегает в Барон Пит, чтобы состелить Барона. Учитывая, что у него стоял Вард, то есть он увидел, сколько ХП у Дракона, это явная ошибка, которая стоила команде СКТ не только Барона, но и, впоследствии, можно сказать, и игры. Команда теряет сразу же своего Лесника, и после этого остается 4 на 5. Рокс, несмотря на то, что у них небольшая потеря здоровья, Горилла, в общем-то, много очень потерял здоровья, его ментально убивают, после этого происходит очень странная ситуация. Казалось бы, то, что сейчас СКТ играет не совсем верно. Дюк использует свой ультимейт, когда у него почти полное здоровье, чтобы вернуться назад на 4 секунды во времени, и он оказывается рядом со своим бутлейном, в то время как Фейкер фактически остается на фронтлейне. Идея была здесь в том, что команда Рокс полным составом отступает и, забрав Барона, собирается уйти. Но, к сожалению, в таком случае им придется продать своего АДшника, чего делать они не очень хотят. Поэтому, когда Дюк возвращается обратно, чтобы закрыть АДшника команды Рокс, команда Рокс разворачивается и прикрывает своего АДшника. Это очередной пример того, как команда не бросает своих тиммейтов и сражается за них до самого конца. Прей здесь вообще стоит один на один, пытался даже Варт немножко подамажить. Флэшится очень парадоксальным образом, из-за чего сразу же встает в W Виктора. Но команда при этом подходит обратно и разворачивает этот бой. То есть бой 4 на 4, Барон Баф дает им небольшое преимущество, у Вульфа ничего нет и команда СКТ просто потихоньку распадается на части. Да, они по сути убили Гориллу, но при этом сами Роксы убивают всех, включая и вражеского... Кто там у нас оставался? По-моему, у нас Эйзрель последний оставался, но сейчас мы это посмотрим. И просто добивает. А, нет, Эйзрель у нас одним из первых отъехал. Конечно, Прея в итоге так и не удалось защитить. Дюк последний умирает. Но и команда Рокс выигрывает этот бой, и после этого уже идет на победу в этой игре. Счет становится 1-1. Серия становится интереснее. Лсер, тебе слово. Итак, 1-1 действительно в этом матче. Это как минимум интереснее, чем большинство противостояний, которое было в четвертинале. У нас были 1-1 матчи, в частности, когда играла команда СКТ против РНЖ. Там РНЖ открыли, что от СКТ его сравняли. Но обе игры тогда казались очень хорошими для СКТ, и все равно они выглядели как фавориты. Сейчас, как вы считаете, у кого лучший момент? У Роксов или у СКТ? Если смогут все-таки вернуть Бенги, и Бенги будет играть лучше, чем Бланк, то, мне кажется, СКТ снова могут выйти вперед. Но, тем не менее, я хочу, чтобы выиграли наконец-то Рокстайгер, чтобы они прервали эту череду побед СКТ, и у нас был новый чемпион, и Роксы прорвались в финал. И Самсунги все-таки выиграли. Да. Повторюсь, что мне кажется, что именно сетапы реализуют грамотнее Рокстайгер с СКТ. Если бы у них сетап с Орианной, Ашой эффективнее был бы реализован, они выиграли бы куда увереннее. Поэтому думаю, что все равно пока вот суммарно по двум играм, баллов больше у тигров. И именно, я думаю, за ними будет инициатива, и от них будет влиять от их выступления исход дальнейших игр, а не от СКТ уже. Потому что СКТ проблемы начинают выявляться. И Дюк, и Бленк, это все начинают их уже подкашивать. Я бы еще хотел немножко отметить Смеба, который в этой игре сказал Леснику, так, ты иди сюда, приди, стой здесь в кусте, и я забайчу Дюка. Дюк забайтился, умер, из-за чего потерял свой телепорт. Команда Тайгерс оказалась в преимуществе. Во-вторых, нерешительность самого Фейкера, который вроде идет на бот, но потом возвращается. А Бленк смотрит на это, ну, Фейкер не идет, а я что, тоже пойду что ли? Один, нет, тоже не пошел. В итоге очень сильная доминация на боте, после чего уже карту Тайгерс, собственно, разыгрывали, и СКТ зажались и не смогли как-то что-то сделать вообще на карте и вернуться в игру. Поэтому не думаю, что надо менять там Лесников. Пока Бленку нужно, не знаю, чуть-чуть поувереннее сыграть и вообще всей команде СКТ в целом. Что ж, друзья,